Формат 8-6 серий это довольно успешная модель, которую демонстрировала Запад, в том числе всем любимый канал HBO. И мне кажется, это замечательно, что канал ТНТ взял ту эстафету, что Александр Дулира не побоялся это сделать, потому что, конечно, это смелый шаг в российском телевидении. Бюджет довольно большой, сериал идет коротко, я думаю, с точки зрения продюсеров это смело. Но, как видите, в России тоже эта модель прижилась, потому что современное общество, молодые люди, там 30 лет, 25, собственно, наша целевая аудитория, очень много работают и у них нет такого количества времени, как у домохозяек, пенсионеров смотреть каждый вечер, там, не знаю, сериал «Прости меня за любовь» 300 серий, ну, грубо говоря. У них есть неделя, и они могут провести ее с нами. Поэтому, конечно, мне кажется, благодаря этому состоялся успех, ну, то есть, получился успех этого предприятия. Но, благодаря кому, прежде всего, конечно, в съемочной группе. То есть, это и сценаристы, прежде всего, Ира Аркадьева, Петя Внуков, и наш режиссер Андрей Джунковский, и наш гениальный оператор Илья Всенев, и художники по костюму Анастасии Егоровой, и все-все-все-все-все. То есть, очень важно не забывать то, что есть прекрасная команда. Спасибо, конечно, «Будстори». «Будстори-медиа», да. «Будстори-медиа», да. Вот, потому что они молодцы. Они постарались. Роман. Да, ну, я считаю, что здесь успех, потому что собралась команда профессионалов. Команда «Гудстори», они делают последние проекты, ну, там, на самом деле. «Бизрук», например, да. «Реальные пацаны». «Реальные пацаны». Довольно... «Чопы» быстрые. А, «Дочоп» тоже, извините. И довольно-таки все проекты успешные. И проекты все довольно-таки успешные, вот. Вообще, когда началась работа над этим, я, честно говоря, прочитав сценарий первый раз, ну, призадумался, потому что одно дело вот это мы сейчас смотрим, а другое дело, когда ты это читаешь, и все это описано, поверьте, бывает и моментами даже пошловато. Но мне это оказалось, когда я первый раз прочитал историю, и как-то начал сразу представлять себе, как это может сниматься у нас в России, и ничего хорошего у меня. Ты говоришь про первый сезон? Про первый сезон, да, говорю я, но мы же говорим про почему успех такой сериал есть. Но в итоге команда авторов, это Петя Внуков, Ира Аркадьева, Андрей Жунковский. Машенька уже перечислила. Ну да, я просто еще раз перечислил, это те люди, которые прям болели этим проектом, которые очень хотели его сделать хорошо и качественно, и заразили нас этим. И это действительно то, что команда у нас, которая была, прям все работали на результат. Не было такого, что люди работали, просто им деньги платят, то есть все, вот там гримеров, художников по костюму, все занимались этим продуктом. Люди менялись, отличались новые, то есть, ну действительно была такая работа в плане творчества. Я не могу не сказать про Латвию. Ну, если хочешь, скажем. Потому что мы снимали в Риге, в том числе, и первый, второй сезон, и там тоже, конечно, была замечательная команда профессионалов, которые в России не так часто встретились. Ну, больше технические службы, которые были. Ну, технические, да, но тоже, это тоже немаловажно. Это тоже, да, нас хорошо кормили очень. Ой, да, такие завтраки. Да, и поэтому...